Всем огромный-огромный привет! Мы рады вас приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас будет влог с Эрикой и с малышкой Агатой. Так как вы и проголосовали на нашем канале в сообществе, большая часть хотела видео именно с Эрикой и Агатой. Сегодня моя малышка Эрика мне будет помогать ухаживать за малышкой Агатой. Агата еще спит, Эрика уже проснулась, сейчас мы приведем себя в порядок, потому что мы еще не очень выглядим с Эрикой. И будем показывать вам наше сегодняшнее утро. Оставайтесь с нами. Итак, будем с Эрикой умываться и чистить зубки. Да, Эрика? Давай чистить зубки. Зубки, зубки чистим, чистим. Сегодня почистим обычной щеткой. У нас есть электрическая, но сегодня мы потрем десна обычной. И даже сегодня не будем использовать пасту. Вот так вот. Вот умничка. Молодец, молодец. Вот так. Вот так. Хорошенечко почистим зубки. Умничка. Мы умоем личико наше еще полностью. Вот так хорошо. Глазки, умнички. Вот так. Мы умоемся. Сейчас я возьму полотенечко. Вот так. Вот умничка будет чистая. И нам еще надо расчесать волосики. Сейчас я их немножечко побрызгаю водичкой и расчешу. Так, вот волосики. Немножко побрызгала. И сейчас мы расчешем наши кудряшечки аккуратненько. Вот так. Вот так. Нужно помнить, что у реборнов очень-очень нежные волосики. За ними надо осторожненько ухаживать, чтобы они дольше прослужили. Но я уже понимаю так, что Эрику надо будет потом отдавать все-таки на реконструкцию, чтобы немножечко мне ее перевели в себя. И волосики, может быть, даже новые сделали, прошили. Мне очень этот молд нравится. Я не хочу ее не продавать. И вообще никуда девать не хочу. Поэтому придется, наверное, потом чуть-чуть ее привести еще в порядок. Может, какой-то мастер захочет мне с этим помочь. И мы ее приведем в порядок. Вот моя красотка. Сейчас волосики высохнут и будет отлично. Так, а мы идем смотреть, как там наша Агата. Сейчас я еще посажу Эрику поиграться немножечко в стульчик. Точнее, в лежак наш. А сама переоденусь, потому что потом я просто это не успею сделать. Если Агата уже проснется, то с двумя малышами это уже намного сложнее. И наши ножки, смотрите. Носки, носки, носки. Замерзли, наверное, без носочков. Без носочков сейчас будем переодеваться. Да, греть наши ножки, ножки, лопатушки. Так, давай я тебя посажу. Эрочка, и ты. А, девочка. А, так. Сейчас я посажу ее в стульчик. Только пристегну, потому что Эрика уже шустрая, она может убежать. Как видите, на заднем плане у нас коляска стоит. И сейчас я вам расскажу, почему у нас коляска в комнате. Сейчас. Вот так, моя зайка. Вот так. Сейчас я ее, наверное, подниму, потому что она лежать не будет хотеть. Вот так вот. Немножечко подниму, да? Скажи повыше, повыше подниму. Вот так, моя зайка. Эрбочка, а ну потише там. Дам Эрике поиграть немножко. Ой, покупали. Держи, Эрик. Держи, поиграй, моя хорошая. Поиграй пока что. И смотрите, я вам покажу. Вот у нас колясочка. И в ней спит еще Агата. Слава богу, еще спит. Я не хочу ее пока будить. Потому что она у нас не спала сегодня полночи. И мне пришлось ее укачивать в коляске. Она ни на руках не хотела спать. Ни тем более в кроватке. Поэтому я ее укачивала. Слава богу, Эмалюнга очень с классной системой укачивания. Коляска очень мягкая. И я ее буквально вообще очень быстро закачала. И вот она у нас спит в коляске. Поэтому я бегу сейчас привести себя в порядок. А потом буду кормить, переодевать девочек. Итак, пришло нам время навести красоту нашим малышкам. Я сегодня хочу попробовать Эрику дома подержать. Вот в таком многоразовом подгузнике, памперсе. Вот здесь вкладывается такая специальная вложка. И можно отрегулировать сам размер этого подгузника. Мы на одно деление вот так вот застегнем. Потому что Эрика еще маленькая. Вот так вот мы это сделаем. И я думаю по ширине застегнем тоже на те, которые у нас хорошо сядут. Но это мы уже сделаем, когда ей начнем его одевать, этот подгузник. Оно будет видно. Нужно поправить все хорошенько, чтобы малышу было удобно. И попробуем ее подержать в многоразовом подгузнике. Я их очень люблю на самом деле. Многоразовые подгузники, они очень даже помогают малышу вообще понимать, что вот он уже мокрый, что нужно поменять памперс. Поэтому они, конечно, незаменимы для уже постарших деток, которые уже начинают привыкать к горшку. Поэтому снимем одноразовый подгузник. И вот сейчас мы отрегулируем по размеру. Вот видите, хорошо сидит. И вот застегнем, наверное, на вторую и третью. Вторую и третью. И здесь сейчас посмотрим. Да, застегнем вот на вторую и третью. И вот смотрите, он отлично сидит на Эрике. У нас, к сожалению, только зеленый есть. Я хочу попробовать, если нам понравится, так я закажу тоже еще какие-нибудь цветные, красивые. Вот, отлично он сидит по размеру. И сейчас мы переоденем Эрику. Я сегодня хочу такой комбинезончик наш красный одеть. Мы давно в нем не были. Вот так вот. У него есть капюшончик. Если Эрика немножечко замерзнет, головка у нее, так я могу одеть. Потому что шапочку не хочу одевать. А когда я открываю окно на проветривание, то можно одеть как раз капюшончик, чтобы не продуло, не просквозило Эрику. Поэтому вот я решила ее сегодня одеть в этот наш комбинезончик. Мне очень нравится, как он на Эрике сидит. Мне кажется, ей очень идет красный цвет. Она блондинка. Она такая светленькая. И вот красный ей придает какую-то изюминку цвет. Поэтому вот так вот будет сегодня дама в красном. Вот такая вот спортивненькая. Да, Эрика, скажи, красотка. Вот такая. И сейчас переодену еще Агату, нашу девочку. Агатушка наша спит еще после бессонной ночи. А Агату я сегодня наоборот хочу одеть в платье, чтобы она была такая у нас принцесса-принцесса. Памперсы я ее менять не буду, потому что ночью, точнее не так давно уже утром, под утро я его меняла. Поэтому он еще выдержит часа два. Поэтому менять не буду, поменяю позже. А вот переодеть я ее хочу. С такого домашнего, с домашней одежды такой вот. Хочу одеть и платье. Она у меня в платье еще, по-моему, не была. Я не помню, не меряю ли мы. Вот такое вот. Она такая. Да, смешная какая. Платье еще не было. Сейчас мы наденем носочки. Хочу одеть еще. Такие бело-розовые ботиночки, мне кажется, они подойдут. Немножко осветлят такой образ, потому что ткань темная на платье, хотя мне она очень нравится с оленями. Очень красивая такая, с розово-фиолетовыми цветами. Мне кажется, красиво вообще выглядит. Вот. Нам нужно осветлить немножечко образ. Белыми носочками и светлыми ботиночками. Что-то я там так завязала, а здесь так. Сейчас я перевяжу, чтобы одинаково было. Хотя я затянула, по-моему, неправильно. Шнурки разной длины у нас получились. Сейчас чуть-чуть поправлю. Так, вот так. Теперь могу нормально завязать. Вот так вот. И оденем вот такую повязочку розовенькую тоже, чтобы вот освежить такой прям образ. Ой, как ей красиво. Ну и мой щекастик. Ага, тащи кастик. Так, сейчас вам покажу ее поближе. Показываю вам поближе. Посмотрите, как ей красиво. Класс. Хоть и темная такая, как бы, ткань на платье, но ей очень идет. Она тоже такая светленькая-светленькая. Вы смотрите, прелесть просто. Вообще очень классно. Ботиночки сюда очень даже вписались. И на головку эта красивая повязочка. Посмотрите. Видите, какая она сладкая-сладкая. Вот так вот. Спит еще, спит. Вот. Видите, очень подошли эти ботиночки. Они как раз немного освежают образ, чтобы она была не такая темная. И вот так вот еще лежит, отдыхает Агата. Посмотрите на Эльбу. Она сегодня покоя нам не дает. Что? Где Эрика, Эльба? Где Эрика? Поцелуй Эрику. Поцелуй. Ты пришла взять игрушку, да, у Эрики? Видите, она уже стянула у Эрики коровок. Да, вот. Хочет Эльба играть. Она коровок забрала, да? Где ты у Эрики забрала игрушечку? Вот эту забрала, Эльба? Забрала игрушечку у Эрики? Иди сюда. Вот, видите, она забирает и хочет играть. Ужас. Эрика, держи. Держи, хорош. Ну, тебе забирает. Вот, забирает. Ну, забирает, скажем, у малышки, у нашей. Вот так вот. Вот приблизительно именно так проходит наше утро с двумя малышами. С Агатой и с Эрикой. Эрика сейчас будет играться, да? Она вот хочет немного внимания. Агата ещё спит, слава богу. Я её буду кормить немножечко попозже. А вот Эрика, конечно, уже хочет какое-то время для себя. Для каких-то игр и каких-то занятий немного. Вот поэтому приходится уже немного больше времени тратить на малышей. Да, моя хорошая? Ну, а когда будем кормить Агату, то я надеюсь, что Эрика мне с этим поможет. Да, Эрика, поможешь мне кормить Агату? Поможешь, моя помощничка? Мы вас благодарим за то, что вы сегодня находились с нами в нашем видео. За ваши просмотры, за ваши лайки. Обязательно возвращайтесь к нам. Обязательно подписывайтесь, если ещё не подписаны. Мы очень вас будем ждать. Очень для вас будем стараться. Так что до новых встреч, до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok